Только Механический дворец теперь отделял героев от Юлия, Люция и Агнес. Но это место, без сомнений, было начинено коварными ловушками, творениями лорда Годрика, повелителем Механических рыцарей. Оп, не успели заговорить. 19 глава, Механический дворец. Теперь можете говорить. Все равно будете говорить. Вы всегда говорите. Оглянитесь кругом, разве это не прекрасно? Ну вообще это шикарно. Я потратил все состояние своей семьи на этот полностью автоматизированный, роскошный дворец. Прикольно, да. Ой, это странная стена. То есть наоборот, мы прошли, нас поймали, и вместо того, чтобы как бы нас наказать, нам выдали награду. Что-то есть еще, да. Да ладно, нам просто показали. Через легчайшие касания кнопок я могу управлять каждой деталью моего скромного жилища. Скромного. О, он тоже весьма скромный. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Спускай сюда, трус, ты эдакий. Думаешь, твой дом все сделает за тебя. А, это ладно, тоже заберем. Конечно, этот дом все сделает за него. А это что? Ничего. Сколько тут всего у нас? 611. Эти тоже 3. Всего 110. Ой, 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 прям все. Не пройти, да. Естественно, пройти. А можно ли как-то эту систему эту обмануть? Вряд ли. Потом узнаем. А, кстати, вот сейчас и надо ее как-то обмануть. Значит, научимся ее обмануть. Да, именно так. Современно. А можно просто их... Нет, просто нельзя. Так, хорошо, что будем делать? Как нам заморозить ту? Так, они замораживаются. Но тут заморозить все равно не получится. Это только если высоко-высоко сверху. Что, в принципе, мы делать можем. Но нужно ли? Так, на этого не действует хорошо. А если мы сделаем так... Улетит. Если просто огонь, ничего. Так, ну давайте попробуем ту заморозить. У меня это получится, не получится. Я как-то странно сам начал и так сразу делаю. Да и что-то не особо-то получится. Либо сначала надо одну заморозить. Может быть, они хотели именно этого. Взять и вполне вероятно, что что-то примерно такое они хотели. Разработчики. Именно такое должно быть прохождение. А может нет? А мы пропустили. Ладно, потом соберем. Прикольно. Вот это мы сейчас с этих же тоже соберем. Или ничего с этих не соберем? Нет, собрали. Проклятая игрушечная мышь. Интересно, кто ее хозяин? И живая молния, запертая в бронзовой сфере. Я лестницу нам не дадут. Это как-то должно перемещаться. Не зря, что она так сиялится. Или зря. Ладно, странно. Так, мы вернемся. А нет, возвращаться сейчас не надо. Потому что потом опять с ними сражаться придется. Ой, сверху еще. По-любому этим как-то можно управлять. Попробуем еще выше. А вдруг получится. Здесь просто долетим. Так, все сохранились. Теперь можно пойти и дособрать несобранные три штучки. Ну, заодно понять вообще, где они могут быть. Это же самое начало. А может, в самом начале? Может, бывает, оглянитесь вокруг. Нет, там точно нет. Прикольно, можно за собой тащить. Изика работает. Так, три штуки. Где могут быть три штуки? Там внизу нет. Вот, кстати, оказывается, можно было забраться спокойно. Здесь, может быть. Не будем ждать. Там сейчас все собьет. Ну, сейчас все собьет. Ну, по-любому где-то здесь. Серьезно, наверху были? А как я должен был до этого узнать? 9.11. То есть одна была прямо сверху. Это почему? Там еще место только. Камера же не поднимается. Это странно, что одна была там. Что, может быть, здесь где-то две спрятаны? Просто это в невидимых местах. Ну, здесь наружу. Так, ну, по-любому что-то должно быть здесь. А может, налево надо? Нет, налево не надо. Письма, конечно, интересно. Ну, и очень непонятно. Вот здесь хотя бы камера поднимается повыше. Может, что-то и найду. Есть сомнения. По-моему, это самый пик. В общем, почему-то одна была там наверху. Может быть, они там дальше наверху. Может, как-то надо на эту залезть. Может, ее надо просто заморозить. Ну, допустим. Первое, на нее надо просто залезть. Раз ее можно заморозить, значит, это не просто так. Вот. И камера поднялась. И вот они здесь были три штуки. Одну я схватил просто случайно. Хорошо. Хотя бы наводку получил. Ну, в плане навестись. Так. Что у нас все получается? Так, единственное, небольшой паузу сделаю. Так, продолжаем. Так, ну, эти двое плевом у меня сейчас выпрыгнуть. Нет. Нет. Ой. Целая рукавица проблем. Так, как нам пройти? Я не думаю, что вот это нас спасет. Я был прав. Там есть вода. Может, надо переждать. Так, скорее всего, здесь... А, за Зою. Надо просто перепрыгнуть. Подальше. Да, а как тебе собрать-то? Нет, я ему, конечно, уже не оставим просто так. Их как-то надо забрать. Здесь тоже что-то замораживается. Так, щит спасает, да? А он уже перенаправляется. А убивает нас быстро. Быстро. Ну, мы можем одну убрать так. Все равно нас прикончат. А, ты можешь там ходить. Но ты не сможешь их собирать. И тем более, он тоже умирает. Возможно. Но пока что не точно. Если от одной притянуться... Ты там цепляйся во что-нибудь. Так, здесь тоже самое сделаем. Если от одной прицепиться к другой, возможно, она все соберется. Нет, ничего не соберется. Как вас туда забрать-то? Выгибать просто? Должен же быть какой-то другой метод. Он обязан быть. Может, чуть дальше надо пройти. Есть сомнения. Либо просто погибать. Почему нет? Давайте просто попробуем быстренько пробежаться. Схватить, что нам нужно. Хотя она все сломается. Весьма интересно. Так, а может, что-то не ломается? Шары не ломаются? Шары не ломаются. Кто бы мог подумать? А это все ломается. Но тогда становится чуть проще. Это все в левитацию. Это все в левитацию. Как, правда, теперь это забирать? Значит, помрет. Так, надо как-то высоко-высоко подпрыгнуть. Как бы нам это сделать, а не как. Хотя можно вот это тоже в левитацию отдать. Для этого нам надо зацепиться за что-то. Так, хорошо. Почти хорошо. Ладно, забрали. Возможно, так и надо было. Хотя бы так можно не умереть. Здесь все тоже непонятно. Убьют нас хорошо. Приняйте, понизу. Далеко не прошли. Не ущит иссякает. Да? А так мы далеко не пройдем. Их надо, наверное, заморозить. Хотя бы одну. Не в этом положении, правда. Так, вот в следующем, наверное. Ну, примерно хотя бы так. Тоже ничего не получится. Так, у нас есть шары. Шары, кстати, тоже можно вот так вот останавливать на месте. И к ним крепить другие шары. Это хороший барьер. Возможно, так и нужно. А может быть и нет. Так, все, собрали. 8-8. Отлично. Так, пока мне, конечно, эта локация не нравится. Весьма не нравится. Очень запутанная. Ай. Так, ну, здесь, в принципе, мы можем. Сделать так. Нам надо в центр. Ай. Так, что мы можем сделать тут? Так, ну, опять же, может быть, эти самые шары. Это сильно не поможет. Так, туда может спуститься, наверное, в Понтий. И умереть. Так. Так, ну, допустим, так. Хорошо, защищается. А надо 2 повернуть. Так, ну, здесь уже загадка какая-то действительно. И если 2, то 2 должны стоять здесь. При этом внизу что-то должно быть. И вниз нам не попасть. Заморозить. Не получится. И вниз прыгнуть не получится. Ничего не получается. Так, как еще можно сделать так, если Понтий? На большой разницы не будет. В этот рычаг тоже ничего не делается. Один. Надо нажать именно 2 рычага. Так, что мы... А зачем вот эти даны? Эти явно даны, чтобы мы с них могли перебраться на другой. Либо... Либо... Это зачем? Наверх подниматься, я думаю, не смысла нет. Там просто сверху банально ничего нет. Если двумя нажиманиями по-любому, внизу должен быть какой-то шар. Я не могу туда никак не попасть. Нигде ничего не поднимается. И снизу тоже ничего не сделаю. Так, там наверху вроде как что-то есть. Не знаю, насколько это правда, что там что-то есть. Ну, вообще на это похоже. Пока забирается, но как-то так себе. Не, забрался. Интересно. Надо получать самый такой сложный и запутанный уровень. То есть ничего не понятно. Где и что вообще? Да, весьма интересно. Так, что у нас здесь за секрет? Стильное сочетание красоты и практичности. Механическая шляпа. Выбрать. Так, ну мы прям теперь какой-то сутенер, если честно. Точно не подойдет. Берем обычную. Так, а это все останавливает, да? Да. То есть в целом это в принципе не нужно. Обратно можно было тоже спокойно вернуться. А если все вам, как все проще? А, так здесь все проще намного. Но надо было просто взять понтия и сделать вот так. И все. Ясно. Но здесь до сих пор все равно не ясно. Как нам эти барьеры проходить? У нас есть левитация. Не поможет. Он прибыл на нас снизу чем-то закрыть. Дверь, может? Нет. Ну здесь что-то сверху. Так, выпускайте. Но пока непонятно вообще. Может быть отражать обратно? Или это куда-то потянуть? Нет. Так, но самый лучший все-таки был способ туда загнать понтия. Может, на что-то нажать тоже. Или куда-то ударить. Разбить он здесь ничего не может. Здесь явно такое закругление, чтобы сюда вкатился шар. Ну, где он должен быть? Может, надо как-то синхронно что-то зажечь. Ну, допустим, я могу сделать так. Это мне не дает вообще ничего. В этот момент крутить я ничего не смогу. А эти вниз не попадают. Ой, забык, кстати, что можно еще так делать. По спине получил. Так, я не знаю. Так, мы умираем. Что-то еще есть. Это нам не нужно. Что из последнего мы получали? Из последнего мы получали гравитацию и все. Здесь нам гравитация тоже не нужна. Какой смысл здесь от нее? Никакого смысла. Все другое ломается, да? Интересно, интересно. Но все равно, если я просто туда попаду... То есть, если я сделаю так. Потом сюда зацеплюсь. Да, все равно считаю, что я внутри. Поэтому так делать смысла нет. Заморозить рычаг вроде мы не сможем. Но так-то не работает. Свечи зажечь. Я не понимаю. Как это пройти? Что у нас вообще сидит? Контрольная точка 8.11. Может быть вернуть все-таки? Что-то здесь не доделаем. Здесь снизу где-то надо пройти. Вроде как нет. Здесь какое-то давление. Вряд ли оно работает как-то. Там и были. А, вот здесь что-то есть. Здесь тоже понтий может спустить себя. Нет? Печально. Не думаю, если он упадет вниз. Здесь надо куда-то перенаправить. В другую сторону. Куда ты перенаправишь? Никуда. Так, погибаем. Интересно. Как бы не пойти в интернет. Не смотреть. Как пройти это. Что очень непонятно. Как вниз закинуть ядро. Туда нам не попасть. Попасть туда может быть только понтий. Ну и труп, наверное, еще может быть. Так, тоже не получается. Что-то где-то здесь должно быть еще. Что-то не хватает. Возможно, к этим надо что-то привязать. Зачем-то. У меня не щевелится какой-нибудь нет. Нитки обрезаются. Главное, ничего не сломать. Может быть, этим лучом надо наверх подать? Или вниз. Пока не дверь открылась. Дверь не работает. Так, я правда в смятении. Главное, сделать-то больше нечего. Может сцепиться. Но это ничего нам не даст. Ему... А как он вообще наверху-то будет? То есть, по-любому, снизу должен быть какой-то из наших. Либо снизу как-то пробраться, либо что-то сделать. Тогда здесь можно будет, типа, платформу сделать на гравитации. А сюда поставить два шара. Ну, непонятно, как нам попасть внутрь. Можно попасть как-то через эту. Он же подкидывает, и он падает. А, он здесь сломается. Да, тоже не получится. Но к нему уже не прицепиться. Так, если брать понтия... Все-таки куда-то надо не светить. Куда-нибудь понятно. Фу, своего. Это вряд ли, конечно. Может двумя, конечно. Я сомневаюсь. Так, ладно, буду гадать. Пока в интернет не полезу. Сам сейчас попробую все это решить. Чтобы не затягивать видео, включу попозже. Итак, в общем, здесь два варианта. Первый я додумал сам. Второй я подсмотрел. Все-таки, как правильно. Чуть-чуть все-таки до этого не додумался. Это мой вариант. Он не хороший. Но, тем не менее, можно спокойно встать. И нажать кнопку. Одну. Со второй проблемой. Но нажимает все равно. То есть, в принципе, главное, чтобы этот не упал. Какой-то такой опасный вариант. И неправильный точно. Но, тем не менее, будет нажал. О, смотрите, мы решили задачку, чтобы попасть в ловушку. Так, ну давайте сейчас второй сразу вариант покажу. Более правильный, который должен быть. Как придется заново. Как, в принципе, не заново. Да, в принципе, мы отсюда. Второй вариант более правильный. А, я что-то сражаться еще не могу. Вроде как один. Так, второй вариант. Самый правильный. То, что я изначально не думал, что туда как-то надо загнать. То есть, мы можем вот что сделать. Вот. У нас есть крепление. Я, опять же, про это забыл, что есть крепление. Я думал, как туда Зою закинуть. Именно крюк. Я думал, что через вот этот, через G, что ее подобьют, она упадет туда вниз. Но нет, все гораздо проще. Проще. Почти проще. Наверное, надо немножко обезопасить. Немножко слегка. Хотя можно, наверное, повыше кинуть. Здесь все равно надо защитить. Да. Вот так. Теперь мы перемещаемся вниз. Ну и, собственно, здесь уже все. У нас Амадей делает затычки. Все хорошо. Ну и, как я, опять же, версию рассказывал, что вот это мы делаем через гравитацию. Хотя гравитация вряд ли здесь поможет. Да? А сейчас гравитация будет падать. Нет, не падает. Не падает. Но если что, можно было бы вот так прицепить. Это еще для усиления. Кстати, сейчас посмотрим. Может быть, если мы двоих сделаем. Да, она как раз-таки падает. Здесь нужно еще для усиления. А, так мы-то вообще на ней не стоим. Все правильно. Все теперь понятно, для чего вообще эти крюки нужны и так далее. Хорошо. Вот это правильный вариант. Задуманный разработчиками. Ну, мы прошли немножко по-своему. Так, а много их тут будет? Нам еще надо три опыта собрать. А вон, три опыта впереди. Наверх, надеюсь, нам не надо. Как же любопытно, что там наверху. Там стрела улетела далеко и не вернулась. Вдруг там что-то есть. Нет. Невидимая... Невидимый потолок там. А этот дворец действительно хорошо продуман. Смотрите, тут даже знаки есть. Что написано, непонятно. Что-то написано на английском и перевернуто, по-моему. Вверх тормашками висит. Ну да ладно. У нас это не должно, наверное, касаться. Тут написано подземелье. Его там и искали. Так, ну, подземелье это данжо. Здесь как бы... Не написано данжо. Ну да ладно. Так, пока все нормально. Это нам не сильно надо. Какое жизнерадостное сырое подземелье. Подземелье. Так, нам нужен тот. Это только все на время. Нам опять же это не так важно, потому что мы можем спокойно сделать... Вот так. И не заморачиваться с этим прыжками. Вообще непонятно, если можно делать везде вот так, и чем делать все остальное. Ой, крыса. Какой-то настоящий. Так, это верхний выдвинет, да? Так, здесь можем верхним заморозить, чтобы не париться сильно. Или эту. Давайте ее. С этой будет проще. Сейчас не проще. Так, действуем еще раз. Здесь, конечно, все хаотично, и ничего непонятно, что происходит. Я понял, что туну надо, наверное, заморозить. И все. Это можно разморозить. Как будет проще. Вот это, по идее, надо оставить. Мы сделали по-другому. Чтобы ее оставить, и там за крюк зацепиться, и на эту переместиться. То есть смысл нам от этого, если можно сделать так. Это можно туда или нельзя. Нет, туда нельзя. Значит, это надо просто поднять. И все. До свидания. Так, все собрали? Пока, да. Нет, туда мы помрем. Если упадем, только если туда. Так, можно так поднять. Дальше что? Если зацепимся, она будет падать, да? Естественно. А там слишком далеко. Так, а сверху? Может, Зоя надо отпрыгивать просто? А, сюда можно даже залезть. Здесь, наверное, тайничок. Да, как обычно, тайничок. Не нажимайте. Зеленый надо туда, да? Да. Это весьма просто. Или не просто? Так, туда нельзя. Если мы сделаем левитацию, будет плохо, да? То есть должна быть такая левитация наполовину. Может быть, один на другой? Они еще весят одинаково. Или мы успеем нажать? Нет, нажать не успеем. Специально нажимается долго. Так, вот здесь есть какой-то баланс. Трубаточный. Можно оставить так. А, мы не можем делать. Тогда свою делаем. Свою. Сюда. Оставляем. И все. Тогда никакой левитации не нужны. Сундучок. Сундучок. Что-то страшное. Гислан. Алкионская. Бедная Гислан. Она осталась совсем одна среди врагов. Монстры. Без монстров. Так, а теперь как нам поступить здесь? Так, это надо как-то поднять, да? Так, левитация. Только отпустить бы как-то ничего еще. Ага. Так, ну вот. Получилось. В принципе. Как минимум, хотя бы так получилось. Это, конечно, плохо тоже. А, и не зацепиться с этой стороны. Тогда как-то вообще все плохо. Ну, хотя мы можем сюда уже попасть. Уже что-то. А за это не зацепиться. Так, ну допустим, пускай стоит там. Кстати, да. Я опять забыл про вот эту. Так, ну она наверх сам. Вот опять получается. Я мог сделать вот так. Спокойно туда забраться. Это все вам. Все, собрали. 13-13, да, хорошо. Сколько осталось? А, еще далеко. До конца уровня еще далеко. Но там, в принципе, финал будет уже. Там, наверное, что-нибудь еще добавить. Так, нам лед поможет здесь? Поможет. Надо на него попасть еще. Так, ну это... Правильно. А, сейчас еще получу две какие-то... Два шара с чем-то. А, че ты воскрес? Значит, сгоришь. А, ты каждый раз меняешь? Точнее, восстанавливаешь щит этот барьер. Словище собачье печенье. Я догадываюсь, чье оно может быть. А, это что, золотая малина? По моим подсчетам, мы нашли всю магию, украденную у пропавших студентов Астральной Академии. Так. Зажигать? Так, зажигаются. А это не зажигается, да? Просто нам надо найти нужную позицию. Это не крутится. Так, вот, вспомнил. Что можно так. Так, и как нам поступить? Мы можем две сделать так. Только от этого будет, конечно, мало. Ну, допустим. Как-то не очень, да? Либо те две. Так, значит, надо какой-то найти вариант, где можно сделать чуть больше. Так, будет тоже не вариант. Но все-таки ее сша надо зажечь. Это нам не поможет точно. Так, мы можем сделать лед. Здесь же вода снизу? Нет. Нет, не вода. А что дальше там вообще? Понятно. Так, так, так. Может, вдвоем? Тут уже ничего не происходит. Так, ну, по-любому, наверное... Ну, по-любому. Как-то один должен сверху что-то делать. А, вот такой радиус выбрать. А, так он насквозь пробивает. Куда все проще, конечно. Как проще? Так, три есть, но от этого толку не будет никакого. Четыре не получится, мы упадем, да? Так, тут вам надо убрать пока. Можем здесь повиснуть. Ну, уже лучше, но все равно не то. Так, отражается только в центре. Может, как-то можешь пошевелить еще. Так, в принципе, мы сможем сами радиус выбрать себе. Можем что-нибудь подставить. Но все равно это радиус не тот. С центра сюда не прокатит, снизу. Нечем будет отражать. Вот этих же не отражается. Может, от шара отражается. Не отражается. Так, ну еще одна прикольная какая-то загадка получается у нас. Не знать бы, с чего начинать. Может быть, с той стороны надо начинать. Может, как-нибудь повиснуть. Ну, только две. Не знаю, вряд ли что-то получится. Ну, собственно, да, ничего не получается. По идее, от его счета еще должен исходить лучше. Он исходит туда же. По идее, он усиленный. Но толку от этого тоже нет. И даже, по-моему, они не быстрее загораются. Абсолютно так же. Так, ну, интересно, конечно, интересно. Но непонятно вообще никак. Сверху сделать платформу тоже смысла не будет. То есть, в идеале, наверное, как-то сюда и сюда, и оттуда туда. То есть, вот с этой надо что-то сделать. Каким-то образом ее поднять наверх. Она, кстати, поднимается. Так, если она поднимается. Если мы сделаем... Она, кстати, так и надо. Сделать раз, сделать два. Соединить это веревками. И поднять вверх. Так, допустим. Аккуратнее. Все, это мы убрали. Все она нам не мешается. Теперь мы сможем спокойно... Почти спокойно. Сделать три вот эти, да? Ну, с той стороны так же. Так, единственное, теперь туда попасть бы. Все отлично. Просто мешалось это. Все. Чудесно. Все ли мы собрали? Один. Да, здесь у нас три. Причем это уже вторая. И где-то третья в этом тумане. Здесь надо зажигать свет, как я помню. Когда ничего не видно. Ну, зажигать особо нечего. Так, ну тогда просто... Просто так. Допустим. Это же уборщик Астральной Академии. А там наверху все пропавшие студенты. Всем привет! Мы пришли спасти вас. Что-то они не реагируют. Дорогой человек-уборщик, прошу прощения, нам не придется пойти на грубость. Это не Астральная Академия. Я вижу, тут происходит что-то странное. Нет времени объяснять. Но не могли бы вы как-нибудь их всех разбудить? Нам нужно найти тройняшек Амадеев, пока с ними не приключилось что-нибудь ужасное. Просто скормите эти штуки своим однокурсникам. Уверен, вы разберетесь, кому какую дать. Погодите, где мы? Что это за место? Это полностью автоматизированная механическая тайная логовая крепость, парящая в облаках. Еще вопросы? Да нет. Пойду, займусь делом. Так, знаете, пока все на месте. Так, так быстро сохранить. Только что же было. Так, ну ладно, шесть штук. Это уходит. Так, а здесь у нас везде опасность, да? Надо пережидать. Еще те штуки надо забрать. Туда не пара катит. Так, а чем мы опять паримся? Можно что так сделать? И все. Почти все. Так, погибли. Так, давайте сначала заберем вот эти. Потому что я хотел... Эй, хватит нас всех убивать. Я хотел с той стороны ветер забрать. Но это на самом деле будет большая мука. Легче забрать так. Теперь здесь мы делаем вот так. просто потому, что так проще. И теперь думаем, куда нам нужно на самом деле. А, здесь еще сверху можно зацепиться. Я этого не видел. Что мы сделали? А, в другую сторону. А нам надо в другую сторону? А все, уже не повернуть опять. Пускай будет в другую сторону. Хотя и в эту было неплохо. А эта бьется? Нет. Тут корабли. Отлично. Значит, нам не придется возвращаться домой на парашютах. А что-то как-то я мало собрал. 6-6. Видимо, были крупные. По-любому, нужно, наверное, в него запульнуть. Появится, нет. К сожалению, нет. Так, ладно. Сначала Заберем все здесь. Я надеюсь, там ничего нет. Так, интересно, конечно, пошло дело. Мне так не надо. Так, а, теперь надо. Так резко все получилось. Так, здесь тоже, получается, надо. Снизу, не знаю, есть ли там что-то. Ладно, пока пройдем по верху. Прошли по верху. Пойдем по низу. По низу тоже не пойдем, по ходу. А, эта штука не спасается. Так, ну, те две надо как-то забирать. Че, левитация не работает. Ну, почти забрали. Почти. Почти, почти. О, так, самое лучшее. Отлично. Ладно, сейчас как-нибудь пройдем. В принципе, может, близко. Думаете, магия тройки сможет спасти нас, аааа, и нас из-за этой передряги? То есть ты считаешь, что наших стороней нет? Ну, то, что мы трое можем менять с местами и не умирать. Делать неузъемный троняшек. С ними может произойти сотня ужасных вещей. Ох, как жаль, что здесь нет тройки. Она бы точно спасла моих детей. Она всегда была такой доброй и умной. Она бы знала, что делать. Тройка. Так, 10-10. Хорошо. Так, вправо, вправо, вправо. Что-то надо соединить, а? Так, это две. Это три. Господи, одна и боковые. Если успеть раньше, то это не срабатывается. Ну, отлично. Так ведь? Надеюсь, не в другую сторону. Наверное, что-нибудь надо нажать. Или поценить. Так, а там что? Там ничего. Короче, просто открыли себе проход. А здесь разве ничего не было? Получается, нет. Так, тут у нас что? Пусть будет это. И еще можно наверх поднимать. Да. Не очень эффективно, правда. Проще все-таки, наверное, по-нашему. Это можно налить еще. Смысла, правда, в этом никакого. Так, это тоже, наверное, можно... Да, чтобы она не вертелась. Так, ну, здесь тоже, в принципе, просто. Просто нужно сделать так. И все. Пиши. Там, я думаю, наверное, ничего не будет. Хотя такая игра, что всякое может быть. Именно в таких местах. Ну ладно. Ой, скелетоны. Какая-то зловещая комната, вам не кажется? Охота ради трофеев. Мне же падать уже некуда. Это какие-то знакомые звери. Это потому, что мы сражались с неконической версией всех этих животных. То есть, он не только у волшебников пройдет жизни для своих машин. Бррр. Это как живой, по-моему, будет... ...что-нибудь делать. Так, а мы вроде не все собрали. Да, где-то пятерочку пропустили. Возвращаемся. Может быть, она, правда, где-то прямо здесь. Что-нибудь, поднимается. Там винтовка какая-то. Давайте обратно сходим. Конечно, получится. Не, получится по-любому. Хотя, может быть, здесь уже некий барьер тоже. У меня барьера нет. Так, ну где? Может быть, все-таки здесь наверху? Просто еще выше. Но выше, по идее, некуда. Там. Камера так поднялась. Может быть, там действительно еще что-то есть. Я же, помню, себя мог как-то поднимать. Как-то мы так делали, интересно. Снизу. Не совсем так. Так, ладно, ищем где-то здесь, может, за дверью. Или это надо проломать? Вроде нет. А больше других вариантов-то и нет. Больше вариантов нету. И закрыто. То есть, вариант все-таки, что именно там, либо вот сюда. Или там тоже ничего не светится. Здесь камера как-то странно приближается. Куда-то другое место положить. Так, мы, конечно, обязательно найдем. Просто странно. Я не думаю, эти-то уже не отсюда. Мы одну возьмем и посмотрим. Это уже следующее. Где-то должна быть пятерка все-таки здесь. Где-то она может быть. Так, может, здесь надо дверь все-таки сломать. Как-то вот так. Нет. Либо туда-вниз. А как туда-вниз попасть? Тоже вроде как не вариант. Ой, хорошо улетел. Если он вернется, будет хорошо. Я за него потом зацеплюсь. Нет, да? Правильно же у нас с левитацией. Здесь попробуем так. Главное попасть. Не-не-не. Зачем ты зацепишься? Зацепись. Ну, так тоже можно, но не очень хорошо. Хотя вот сейчас неплохо. О, сейчас будет хорошо. Наконец. Ну да ладно. Так, я не знаю, где еще может быть. Как-то, к сожалению, не здесь. Все-таки может здесь, где-то наверху. На самом-самом. Варианты-то как бы немного остается. Здесь тоже уже выше не смотрится. Значит, скорее всего, не здесь. Здесь же крюк. А, вон он. О, там наверху. Не знаю, кто достать продать. Это, потому что мы бороться механические версии каждого животного. По-любому. По-любому. И сломал. По-любому. По-любому, вроде как-то не ломалось. А это что? Прикольно, но зачем? Не, не думаю, что это прям нам необходимо было. Тем более, это как-то немножко медленно. Так, ну там что-то есть. Ясно, зачем это нужно было. Прямо сразу сундучок. Требуется подмастерье. Мечтаете начать карьеру в динамичной и развивающейся области темных искусств? Мы ищем соискателей, которые готовы работать в гибком и ночном графике. Вы получите возможность быть в первых рядах всех новейших достижений черной магии. Стажировка не облачивается. Звучит многообещающе, если убрать черной магии. Интересный механизм. Ой, он дальше пошел. А зачем? Так, а это в обратку, да? А зачем? А там все поломано. Пока непонятно зачем. Но мы можем ее поднять наверх. Если сюда подставить что-нибудь. Но не упрется, поднимется наверх, да? Ну да, а зачем? Так, значит, то же самое надо сделать в другую сторону. Видимо, туда надо... Не знаю зачем. Слишком высоко, да? Ой, она сама поднимается. Ну, почти. Я могу тебя просто поднять. И от этого ничего не происходит. А, нет, зацепилось, смотри. О! Ничего себе! Я вот это-то видел, а верхнюю не видел. Я думаю, зачем она вообще крутится? Все отлично. Бонусом собрали. Еще стеремка здоровья. Так, ну получается, что здесь больше делать-то и нечего. Тут тоже новый. А это надо огнем. Зачем? Понятно. Туда можно попасть вот так. Так, это ее надо сюда загнать. Ой-ой. Это такое себе. Надо ее запульнуть. Я надеюсь. Я правильно думаю. Ну да, получается. Такая семья сейчас уберем. Это поднимется обратно. Уже не поднимается. Так, как нам тебя запульнуть? С ней вместе не поднимается. Значит, надо сделать так. Так, а теперь делаем мостик наверх. Раз-таки из трех. Это убираем. Где мощи хватит? Там сколько лошадей-то? Очень весьма много, видимо. Так, хорошо. Главное, чтобы наверху ничего не было. Прямо зря спрыгнули. Так, сколько у нас всего собрано? 104-110. Кстати, неплохо все эти найдены. В принципе, осталось 6. И они как раз-таки все здесь. Прекрасно, чудесно. Небольшая пауза. Так, продолжаем. Так, что у нас тут за зал такой? Это опыт наши эти капли. Ладно, идем дальше. Босс. Явно какая-то опасность. Но на босса не похож. По ним бить надо? Нет. Знаешь, просто этот момент надо пережить. Вода. Под ней прятаться можно? Ой, а прятаться под ней нехорошо. А, по центру. Так, а воздух у нас общий. Надо набрать воды. Ой, воды. Водух. Водух. Я надеюсь, что надо просто пережить этот момент. Не надо никуда там вылезать. Или надо? А, надо даже ломать что-то. Когда нас сейчас убьют? Ясно. Ждать ничего не надо было. Так, а дальше? Дальше логика, да? Это сюда. Это сюда. А, теперь крутить под часовой, да? Здесь у нас вода будет постоянно. А почему нет? А, вода уже стекается. Надо в любом случае будет сюда внизу. Что-то надо привязывать. Чтоб оно прошло по всем. Я надеюсь, их... А, их надо будет заново зажигать, да? Это тогда уже печально. Так, ладно. Будем думать. Что мы можем тут сделать? Воду мы перекрыть никак не можем. Ну, там у нас постоянно будет оно ее сливать. Это, получается, надо ее постоянно отпускать. Куда-то переворачивать. Так, как так сделать-то? Это нам не поможет. Не думаю, что здесь надо как-то так действовать. Так, может быть, конечно... Надо на нее вставать. Она прекращает свой эффект. Так, понять бы, в какую сторону двигаться вообще. Можем зацепить. Примерно отсюда где-то надо начинать. То есть теперь крутим вправо. И здесь у нас беда. Видите, ослабляются. Интересно, если вода не попадет? Они не потухнут? Тухнут. Как-то весьма непонятно. Ну, что-то нужно еще сделать. Какая-то левитация нужна. Вода все равно будет течь. Как-то это не обезопасит никак. Они быстро тухнут слишком. Весь круг даже не пройти будет. Либо они тухнут именно из-за того, что все-таки вода попадает на нее. Пускай так будет. А, он должен быть в центре, наверное. Вот, вот так вот. То есть по кругу-то и не надо крутить. Он должен быть в центре, а воду надо куда-то просто вбок убрать. То есть как-то вот так, наклон и левитация. То есть все проще оказалось. Почти проще. Воду только не убрать. И так все, в принципе, просто. Все нормально. Что-нибудь делайте. А что надо делать? Дальше крутить. Так, как-то что-то не то. Вообще не поймем, что происходит. То есть радиус у нас, в принципе, выбран правильный. Не радиус, а расстояние. Возможно, неправильное положение. Это что-то мне не нравится. Вообще, кто-то забраться наверх, посмотреть, что там вообще происходит. В общем, вода течет. Потому что я могу как-то просто закупорить. Так, ну к ней можно прицепиться. Так, а если мы меняем. Оно нам просто двигается, да? Точнее, она не двигается. Подождите. Как она вообще двигается? Так, ну, теперь, по идее, она двигаться никуда не должна. Залезем, посмотрим. Ну, кажется, ее можно как-то заблокировать. Да, это мы цеплялись, получается, к этой. Так, что мы можем сделать? То есть, получается, эта вообще не двигается. Она тоже должна двигаться. Мне бы как-то нажать и посмотреть, именно как сверху все это меняется. А так не получается, да? Двигается все. То есть, она должна быть, по идее, там. Проще читерят, да? Она вот прямо по центру здесь проходит. Поэтому я не понимаю, почему, как ее вообще-то закрыть. А ее и не закрыть. Так, ну, хорошо. Так мы ее точно не закроем. Так, заморозить не получится. Закрыть ее тоже не получится. Ничем, да? Все равно будет протекать. Тогда можно, чтобы она протекала. Хотя все равно не с этого надо начинать. Так, примерно. Чуть-чуть подальше. Что-то типа такого. Надо понять, что дальше делать. То есть, это мы сделали. Сейчас она повиснет, в принципе, по центру прямо. Да. Так. Дальше что мы делаем? Дальше надо убрать воду. Значит, забираемся наверх. Ну, и в принципе, можно сделать... Что-то типа такого. Допустим. Теперь мы зажигаем. Да, и перерезаем. Прекрасно. Прекрасно. Так. Обратно ее уже не подняли, да? Ничего мы с ней не сделаем. Это печально. Так, давайте по-другому сделаем. У нас же этих шесть есть. В принципе, одну сюда. Можно даже не так. Можно сделать так. Сюда. Так, не то. Я, правда, не знаю, как ее там... Закинуть ее туда. Можно, кстати, на это еще повесить. Ой-ой-ой. Так, ладно, можно... Это убрать. Это зафиксировать. Не получилось. Так, как нам теперь ее туда закинуть? Наверное, она будет проблематичной. Легче, наверное, вернуться к первому варианту. Так, конечно же, не получится. Ладно, все, убираем. Так, толкаем. Пристегнули. Погнали. Ну, я думаю, сойдет. Так, теперь внимательно смотрим, чтобы ничего не сломать. Веревку не перерезать. Так, все зажглись, правильно? Или нижняя не зажглась? Нет, по идее, все зажглось. Отопт. А толку никакого. А может быть, трубы еще должны сойтись? А, вот в чем прикол. Так, а тогда зачем это нам нужна? Угу. То есть, по сути, по сути, вообще все не так. Должны еще трубы сойтись. Прикольно. Чтобы трубы сошлись. Оно должно быть вот так, да? Вот в таком положении. Вот они подсоединились. Хорошо. Тогда как нам повесить ее сверху? Мы можем, конечно, наверное, протянуть так. Может, не можем. Слишком большая будет веревка. Да, так мы не можем. Значит. Значит. Что-то дозначится. Когда мы ее туда потом запихнуть. И, по-любому, нужна веревка. Соответственно, что-то должно стоять здесь. До двух сторон надо ее привязать. Ну, типа, привязали. И она по веревке скатится именно в центр. Но сейчас веревки очень много. Поэтому сейчас что-то и получится, то получится бриться. Более еще не та сторона. Но, тем не менее, вот уже хорошо. Уже вот она сюда встает. Уже не так все плохо. Вот, осталось только веревку натянуть. Так, не натягиваем. Надо с этой стороны. Так, тогда мы сделаем по-другому. Мы ее сначала поставим. Надо повыше, наверное, где-то здесь. Так. Вот так будет нормально. Теперь. Раз, два. Раз, два. Теперь это убираем, убираем. И как раз-таки у нас эти еще сойдутся сейчас. В смысле? Чего оторвался-то? А ты чего оторвался-то? Я так старался, она взяла и оторвалась. Обо что даже не понял. Причем одна сторона. Как-нибудь теперь тебя зафиксировать здесь. Он еще не срабатывает правильно. Точнее, так, как надо мне. Так, ну давайте попробуем через G. Возвращайся. Где ты там есть вообще? Так, крутим, крутим, крутим. Оставляем. Так, сначала туда надо. Хорошо. Ну, допустим, так. Так, ничего не трогай. Не стреляй. Никуда. Раз, почему она сломалась? Сейчас не ломается. Допустим, вот сейчас прям хорошо. Так, что мы можем сделать здесь еще? Так, чтобы ничего не сломать. Главное не выпускать стрелы. Так, это мы оставляем здесь. Так, что мы делаем? Это сюда цепляем. Это сюда цепляем. Теперь надо ее как-то зажечь так, чтобы ничего не сломалось. Это очень проблематично. Ну, вот так. Да, нет. Все, трубы уже соединены. А, высоко было. Смесь, слезть надо. Чуть приподнять. Верхний не достает. Чуть-чуть, буквально миллиметр какой-то. Так, мы ее просто подожмем снизу. О, отлично. Все? Наконец-то. Наконец-то. Да, было весьма непросто. Не знаю, опять же, правильно делаю или нет, но... Уж как работает мозг. Тем более, это, кстати, последнее. Это получается, что это вообще мини-боссы, что ли. Так, в стройках соц.п. указаны контрольные точки испытания навыков. А, это не то. Так, мы все собрали, все собрали. Ну, не знаю, будет ли что-то еще финальное. Наверное, босс-то в любом случае будет. Даже без него. А это зачем? А это нам как раз-таки сейчас уже с боссом будем сражаться. Ну и, наверное, будет какая-то лава внизу, да? Раз нам надо будет постоянно прыгать. Нет? Тогда бредово. Готовьтесь. Сейчас мы им покажем. Готовы? А, вы еще не видели мое изобретение в действии. Папа! Вы можете лишь беспомощно смотреть, как я забираю магию и личность у этих маленьких волшебников. Нет. Либо вы, герои, немедленно прекратите все действия против нас, либо жизнь этих очаровательных детишек станет невыносимо унылой. Сама ты унылая. Видите этот балкон? Вот, будет обидно, если с него случайно упадет что-нибудь ценное. Например, все их воспоминания. Нет, умоляю вас, мы на все готовы. Только не трогайте их. Годрик, прикажи своим слугам запихнуть их туда и запускай механизм. Как видите, даже магия тройки не помогла вам обхитрить меня. Это тройка? Световой шоу? Прелестно, но этот совершенно не впечатляющий трюк вас не спасет. Как странно. Похоже, машина сломалась. Что это было? О, это было невероятно. Только что мы были там, а теперь тут. Что? Как они туда попали? Хе-хе, похоже, теперь мы на нужной стороне. Почему у тебя все кнопки без надписей? На какую нажимать? На красную. В минуту отчаяния таинственная фигура тройки предстала перед героями и даровала им силу поменяться местами с детьми Амадея. Это позволило им наконец-то добраться до леди Солнышко и Лорда Годерика. Но Солнышко и Лорда Годерик были не из тех, кто сдается без боя. То есть все-таки будет босс. У злодейской парочки остался последний туз в рукаве. Лучшее творение Лорда Годерика – чудовищная боевая машина, готовая уничтожить наших героев. Так, типа осьминог. Вот, тебе надо бить по этим, да? Так, а как вообще называется уровень? 20-й, свержение. 0-0. Собственно, 0-0. 20-я глава есть. Так, не знаю, наверное, через это будет лучше всего. Не факт, конечно, но в принципе урона носится. Так, наверное, защищаться надо. Нет, сейчас сломали. Значит, просто уворачиваться. Требуются доработки. Так, ну ладно, здесь что-то веселое начинается. А, там тоже ударить надо. А что под водой? Годерик что-то сделает там. А, солнышко половина ХП сняли. Ой, это надо перепрыгивать, да? Так, а то надо вообще закусить в центр куда-нибудь. Пригодится. Поздно. Я сама покончу с этим. Ой, темнота. Что делать? Ничего не видно. По звуку? Ой, это мощно. Бессмысленно, правда, но мощно. Может, надо на звук стрелять куда-то? Так, ну убивает хорошо. Ну, я так понимаю, да. Просто куда-то стрелять. Потом вовремя убегать. А, вот, видно. Видно, куда стрелять, когда она стреляет. Я покажу, как надо. Ты уже показывал. Не, меня, конечно, уже пару раз убили. Ну, все же. Так, это я помню. Это уже повторяется. Здесь мы ничего сделать не можем. В принципе, и не нужно. Ой, мне эту штуку снесли. Она спасает, кстати. Работает же безумная машина. Мои машины совершенны. Ой, я сейчас... Ударит. А, типа, надо... Не, просто по бокам. Ой, теперь два в одну. Все равно зацепил. Здесь ничего не сделать. Просто уворачивается. Не может быть. Что, цепляться? А зачем? А, вот так. А здесь что? Бить? Что сделать-то надо? Чем заводится? Есть что-нибудь? Что-то я не догоняю. Что-то меня хотят просто бить. Капу не тратится никуда. А, свет. Тоже нет. Интересный босс. А, вот так. Понятно. О, нет. Леди Солнышко, лорд Годрик, вы арестованы. У вас самых коварных и вероломных аристократов в истории ждет суд. Что? У вас тут нет власти. Леди Солнышко будет нашей истинной королевой. Как первый министр, разумеется, я проведу коронацию. О, помогите мне, герой. Этот безумец похитил меня и заставил меня сделать все, все эти ужасные вещи. Верните меня домой. Ах, солнышко. Делайте с ней что хотите, герои. А что до меня? Прощайте. А, прости, я же не знал, что у тебя есть план побега. Скорее, они нас не догонят. Солнышко, мой летательный аппарат предназначен для одного. Нет, у нас еще есть шанс. Лети в сторону озера или деревьев. Это не поможет, если мы врежемся в них на высокой скорости. Так исчезли Леди Солнышко и Лорд Годерик, и наши герои-труйки никогда больше их не видели. Кролиство, хоть и не целое и невредимое, снова было в безопасности. Но что насчет наших героев? Зоя нашла неожиданную спутницу для своих приключений. Хочешь со мной? Амадея получил важный урок о ценности семьи. Но, прошу вас, поверьте мне, Юлий и Люций, Агнес, мы... И совсем не важно, что там происходило у нас с Маргаретой. Я всегда буду вас любить. Всегда. А что же, Понтий? Эй, мы же опять всех спасли. Ты чего такой унылый? Королевство мы вовсе не спасли. Оно лежит в руинах. Может быть, я... Я просто уже не тот. Я больше не достоин быть героем тройки. Что? Без тебя мы никогда бы со всем этим не справились. Амадей, бы либо сбежал, либо постоянно на что-нибудь отвлекался. Я бы уже своровала все, что плохо... Понтий, ты сердце нашей команды. Ах, Зоя, я всегда знал, что в глубине души ты хорошая. Да-да, ты мне сейчас все кости сломаешь. Смешной ты рыцарь. Даже в самые темные времена в мире оставался лучик надежды. И свет наших героев все еще сиял. Что ж, прошли игру. Для вас, конечно, это может быть, если вы смотрите подряд все серии, то это прошло там сколько? Десять? Больше, наверное, часов. А для меня я вот это тут продолжу. Последние часов семь, наверное. Я играл именно спустя три месяца. И, соответственно, было сейчас пройти намного проще, чем в тот момент. Потому что я, в принципе, забросил из-за того, что я проходил все части по очереди. Сейчас уже смутно помню все эти... Что там вообще было в первой, второй, третьей, четвертой части. Вот. И, соответственно, я подустал прям вообще от игр всецело. То есть... Ну, плюс у меня еще, конечно, работа была и там еще другие дела. Но все равно то, что я от этой игры немножко подустал именно на пятой части. То есть первую я проходил вроде как с большим интересом. Вторую тоже. Третья мне не очень понравилась из-за того, что там 3D было. Ну, в принципе, все равно был какой-то сюжет. Хотя, в принципе, сюжет тоже был оборван, насколько я помню. Четвертая как-то прошлась спокойно. А вот в пятой были вот эти вот заморочки, что мне пришлось аж забить вообще на прохождение игр. Просто хотелось как-то отдохнуть от этого всего. Но сейчас я надеюсь, что я полноценно вернулся. Также работа у меня пятидневка. Иногда бывает и шесть дней в неделю, и семь дней в неделю даже бывает. Но там по выходным чуть меньше времени тратиться на работу. Не восемь часов, а четыре. Плюс-минус. Поэтому, надеюсь, я буду находить время, хотя бы часик-два в день, чтобы какую-нибудь игру начать проходить. Хотя, в принципе, у меня сейчас есть еще и план, который я буду проходить. И снимать для вас видеоролики. Надеюсь, это будет кому-то интересно. Так, а мы переходим, наверное, это пропущу. Сейчас ждать все титры. Потом, может быть, их запущу в конце. Интересно, здесь еще арты есть, кстати, да. Мне просто сейчас интересно посмотреть в лан-меню, что там. Так, я воробел нажал, а это что? А, просто пауза. Ладно, да, пускай доиграют титры до конца, чтобы повторно потом их не включать. Может быть, здесь еще какая-то концовка будет секретная. И потом мы попробуем в главном меню открыть какие-то там потайные двери и узнать, что там вообще за пасхалки у нас лежат. Может быть, какая-нибудь пасхалка на шестую часть, как было это в четвертой, на пятую. Узнаем. Пока ждем. Ну, а те, кто уходит, благодарю всех за просмотр. С вами был Нард. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, это что-то новенькое, но пускай это тоже дойдет до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Д caring Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, уже процентов на 50 Я готов нажать какую-нибудь кнопку. Здесь я особо не пойму, было это, не было это. еще еще минуточку подождем минуточку и выключаем это потому что хочется посмотреть все таки угла на меню что у нас там ожидается ладно все хватит уходи хватит пом бесконечному час он кончу синий экран пойдет так что у нас не значит так открылся похож на логоведь или волшебника в погребе для хранения картошки а это когда он говорил давайте посмотрим в погреб а в погребе не помню что было картошка что все чуть действительно все не может быть все чем какой-то ритуал сделан черепки это печально если это все ну допустим лан допустим это все где что еще там есть у нас открыто теперь стало здрасте господин пудель а а это где бонни проходил ой сова и этот уборщик который был в конце все уроки отменяются еще у меня теперь нет работы а у бедного филина нет гнезда ух что же делать филин придумал студенты должны построить огромный замок из песка чтобы что осталось от астральной академии будем надеяться что пойдет дождь так это была пасхалка вон здесь что-то еще есть чердак о какая чудесная книжица у них тут есть ну книжка с рыбой что дальше надо зажечь зажгли свет потушили свет они даже не важно чем стрелять так а чудо что все ради этого я все собирал так сюда не надо что-то как-то не густо может конечно это что-то все означает может в этом помещении придумывали сценарий кто его знает книжка с рыбой либо опять же это какой из какой-то другой части так что нам пишут по коллекциям что нужно сделать чтобы все получить так это пол не здесь другому никак и не сделать так сверху что еще есть пока все кнопки помню надо проверять не поможет туда забраться значит по другому нашим лучшим методом так что здесь мишки и все два или три мишки мне кажется что то должно быть еще правда если это все то это конечно печаль а там а там пудель но я пудель я сразу и не заметил действительно мистер пудель так должно быть что то еще третье правильно же не может быть что это все а то в какую сторону тянешься ни вниз ни вверх ни вниз ни вверх что то мешается ну опять же это ничего не дается так весьма интересно если мы действительно сейчас только что посмотрели все это прям грусть поэтому проходить на сто процентов смысла в принципе никакого не было про погреб я помню он да говорил может здесь что то нужно сделать все просто не до конца что то сделал может сюда надо воды налить всякое может быть вода есть вы краски применить некуда было тех я помню что в эту сторону можно тоже пускай расцветет тоже конечно ничего это не даст но пускай так вот единственная идея это действительно туда вот так это надо убрать вот так вот туда стекла вниз и возможно что то там произойдет а вдруг прям до сюда довести по моему это не реально он сразу перестает течь если сделать так � вот так тоже ничего не произойдет да ну я хотя бы проверил ничего не происходит до большого смысла и как-то и не все это собирать здесь нам ничего не пишут письмо секретики стиль с продолжить опять же будет просто перед боссом так и вот здесь можем посмотреть коллекция тоже не то значит здесь коллекция это получается в принципе плюс минус то же самое печально так можно выбрать мне лобби 90 что разблокирует тайные места в главном меню то есть получается один секрет мы разблокировали этот там погреб допустим письма не написано а вот здесь получился трактир красная роза вот они для описания так трактир мы открыли погреб некроманта мы открыли чердак мы открыли получается чтобы надо было мы посмотрели а это видимо секретики именно оттуда ладно что же ходим главное меню ну и заканчиваем уже точно прохождение данной игрой не знаю планируется ли 6 часть у разработчиков но в принципе сейчас я готов был бы ее начать там все уже отдохнул но так вот проходить вообще любую на игру с первой части и вот так вот без остановки подряд все-все-все-все части это прям безумие на какой-то части ты просто уже забьешь на игру потому что просто надоест все может сюжете еще и будет как-то цеплять вот это геймплей если он особо не разнообразен то здесь он конечно тоже разнообразен в целом но здесь просто добавляется больше различных механик и они на самом деле вот именно в данной игре больше путают в принципе это их хорошо что ты можешь по-разному пройти но я постоянно в кнопках путаю все все нажимаю допустим из надо вы нажимать потом си я всегда вот путаюсь из-за этого к ю е с какой-то нет какой для прям запоминаемости что ли в кнопках конечно может быть в такую меня так не почему-то уверен что не я не вот так вот перебирает просто постоянно выбирает героя и начинает перебирать кнопками искать нужно предмет так на этом мы заканчиваем Благодарю всех за просмотр. С вами был Норрц.